Мужчина, устроивший теракт на лондонском мосту, ранее был судим за связи с террористами. Об этом сообщила британская полиция. В декабре прошлого года Усман Хан вышел из тюрьмы. По последним данным, в результате нападения два человека погибли, еще трое пострадали. При этом аналогичная атака произошла на этом же месте два года назад. Лиза Герсон подробнее. В одну реку не заходят дважды, но на одном и том же мосту с разницей в два года происходят одинаковые теракты. Человек, вооруженный ножом, в 2017-м их было трое, набрасывается на лондонском мосту на прохожих. От полученных ран скончались двое. Несколько человек ранено. Инцидент назван террористической атакой. Премьер-министр приостановил на несколько часов предвыборную кампанию, чтобы пообещать всем вовлеченным в подготовку справедливое наказание. Я думаю, мы послали четкий сигнал тем, кто устроил подобное преступление, и тем, кто с ним может быть связан. Эту страну невозможно запугать, разделить или унизить подобными атаками. Нападавший был застрелен на месте. Полицейский выстрелил в лежащего с расстояния около пяти метров, увидев на нем пояс смертника. На данный момент я могу подтвердить, что устройство, закрепленное на теле нападавшего, является муляжом. Офицеры продолжают тщательно обследовать место преступления, чтобы удостовериться в полном отсутствии угрозы для горожан. Главное изменение, произошедшее со времени схожих терактов 2017 года на Лондонском и на Весминстерском мосту, это не бетонный барьер, который защищает прохожих от грузовиков. Это настроение людей. В 2019-м прохожие бегут не от террориста, а прямо на него. Десять человек, некоторые в деловых костюмах, атака происходила в Сити в разгар рабочего дня. Повалили его на землю и отобрали нож. Прохожие, а не полицейские в форме, первыми нейтрализовали вооруженного мужчину. Полицейским пришлось оттаскивать одного добровольца от террориста за свитер, прежде чем сделать выстрел. Эти граждане не имели понятия о том, что устройство на теле нападавшего – муляж. Эти люди – самые лучшие из нас. Они показали пример смелости и героизм обычным лондонцам. Эти люди рисковали, чтобы спасти других. От лица всех горожан говорю им спасибо. В 2017-м трое мусульманских экстремистов убили здесь. Восемь человек, 48 ранили. Тогда один прохожий, пытаясь спастись, бросился с моста в Темзу. Сейчас люди бросились навстречу опасности. 4 ноября, то есть совсем недавно, впервые за два года власти Великобритании решили снизить уровень террористической угрозы с экстраординарно высокой, да просто высокой. То есть сказали, что теракт не крайне вероятен, не хайли лайкли, а просто вероятен. Очевидно, что расслабиться даже в самой незначительной степени они поторопились. Сегодня на лондонском мосту снова замерла жизнь. Лиза Герсон, Борис Халфин и Ирина Галаган. Телекомпания НТВ. Лондон. Похожие преступления произошло в Нидерландах. Там неизвестный атаковал прохожих на одной из заживленных улиц Гаги. В этот момент в центре города находилось много людей. Горожане и туристы занимались покупками в Черную пятницу. В результате атаки три человека получили ножевые ранения. Известно, что все они подростки, им уже оказали медицинскую помощь. Наши дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших россияне. Преступнику удалось скрыться, его разыскивает спецслужба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова